Геннадий Андреевич, вот маршруты Ваших последних дней. Донецк, Москва, Новосибирск, Омск. География широкая, но известно, что Вы много ездите по регионам. Все-таки интересно, сколько Вы в году проводите времени в поездках и вообще, что это Вам дает? Я как сказал, чтобы работать всерьез в России, управлять, решать партийные задачи государственные. Надо знать нашу страну. Я в стране от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Махачкалы был везде и по много раз. Отличия и специфика гигантские. У нас 130 народов и народностей, все религиозные конфессии, у нас удивительные климатические условия, у нас потрясающие по красоте многообразие и обилие всего на свете. Страна – это целая цивилизация. Если Вы собираетесь всерьез отвечать на вызовы времени вопросов, Вы должны знать, как развивается Северный Кавказ. Некоторые только тыщут в него пальцем. А я там много лет отработал. Я знаю прекрасно весь тот регион. Ведь это уникальный регион. Это главные жительницы страны. Только сегодня мы там получим почти 30 миллионов тонн хлеба, а нам на продовольственные цели надо 22 миллиона. Там главная здравница. В Камниновской группе 150 здравниц высокого качества, а на Сочинском побережье еще больше. Но одновременно там есть республики, где на 10 молодых ребят только два работают, а 8 бездельничают. И кровоточие – это рана, которая вызывает обеспокоенность у всех. Вот я там все прошел, проехал, собирал людей, выслушивал их, подготовили программу. И сегодня, даже сейчас будем принимать бюджет на трехлетку, мы будем отстаивать интересы, чтобы поддержать тех, кто живет и трудится там. У нас в Сибири Дальний Восток, это кладовая, это 90% всех главных ресурсов страны, а по некоторым те же алмазы почти 100. Это означает, что мы сюда должны вложить средства, чтобы была реальная отдача. Отсюда все высасывают и ничего не дают. И здесь, смотришь, народ бедствует. Тут должны быть все миллионерами, богато, достойно жить, для этого есть все необходимое. Ну, эти кладовые захватила кучку упырей, так называемых олигархов, рассуют по карманам и не хотят даже денежки держать в собственных банках. Волга, кто не видел Волгу, тот не понимает страны. И от Верхней Волги до Лимана, Каспия все прошел и проехал. Там каждый город имеет свое лицо. Мы в Нижнем Новгороде проводили всенародные вещи и создали народное ополчение. Там те, кто впервые приехал, они с удивлением смотрели место, где сливается Ака и Волга, это высоченный берег, на котором стоит величный шкалов. Смотрели памятник Минину Пожарскому, наших освободителей, которые 400 лет назад сформировали такое ополчение. Так что, или у меня на родине, на Орловщине, это центральная Россия, там же сломали хребет фашистскому зверю на Орловской, Курской, Дуге. Там каждый день ебал 11 тысяч человек лучших сынов и дочерей страны. Поэтому я почти полгода провожу поездки, встречаюсь, отвечаю, выслушаю, собираю наказы. В этом главный смысл деятельности депутата и серьезного политика. Если вы не чувствуете под ногами свою страну, если не понимаете характер народа, если не сознаете, что главная суть нашей национальной идеи, это сильные государства, справедливость, чувство коллективизма и высокая духовность, эти четыре столпа, на которых стоит наша тысячелетняя держава, вы не в состоянии ни управлять, ни решать. Вот меня всегда поражали политики и правители, которые были в Москве, в Сочи и в Париже и берутся управлять Россией. Кстати, в связи с этим вопрос. Вот так послушать наших героев телеэкрана, я имею в виду руководство страны. У меня лично складывается ощущение, что или инопланетяне, или они через розовые очки смотрят на положение в стране, или это лукавство. Вот ваша оценка обстановки в стране и эти политические маневры тандема перед выборами? Знаете, когда однажды герой этого тандема сказал, что будут мочить в сортире, я, может быть, грубовато ответил. Для того, чтобы кого-то мочить, надо сначала хоть сортир построить. А когда люди ничего в своей жизни не построили и берутся управлять командой, то всегда будет большая беда. Потому что вы, Россия, должны знать, должны понимать, как взаимодействовать в отрасли. Что двигало нашей державой? Нашей державой двигало освоение гигантских просторов. Что это означает? Это означает умное распределение вложений в те или иные регионы. Еще в свое время ВИТО вел Черябинский порог, за которым нельзя было ни на копейку повышать транспортные тарифы. Никогда бы Минисибирь и Дальний Восток не освоили. Они даже этого не знают. И сегодня из Владивостока проще долететь в Сан-Франциско дешевле, чем в Москву. Из Хабаровска проще переехать в Китай и прилететь в Москву будет дешевле. Сегодня из Мухачкалы проще слетать в Стамбул и оттуда взять билет на Москву, он будет на 200 долларов дешевле. Это не просто безобразие. Это можно легко и быстро поправить, но это означает, что люди работают действительно, не чуя под ногами страну. Что касается управления, очень важна команда. У нас в одиночку никто не справится. Чувство коллективизма и локти. А посмотрите, весь состав правительственных. Кудрин, 10 лет сидит, обескроил все регионы и все виды промышленности. Сердюков, это надругательство над армией, здравым смыслом, человек батальоном не командовал, гробит лучшую из армии в мире. А ему отдают сумасшедшие деньги на заказы оружия. 2 триллиона дали за 2 года, по оценке прокуратуры, официальной оценкой. 400 миллиардов долларов украли, утащили, умыкнули. Или тоже Чубайс занимается нанотехнологиями, человек, который уничтожил, распродал по дешевке всю собственность, под диктовку американских специалистов. Уничтожил лучшую в мире единую энергосистему, сейчас будет продвигать что-то вперед. Но это тоже издевательность на здравом смысле. Поэтому, на мой взгляд, сегодня главный вопрос, это кадровая политика. Нельзя управлять огромной страной, двумя подъездами питерского дома или одного кооператива. Вот, формируется правительство не по принципу лучшие, талантливые, знающие, доказавшие, а по принципу свой, не свой, земляк, не земляк, будет, не будет, лижет, не лижет. Это самое страшное. Сегодня вся страна это почувствовала и ищет выход. Но выход есть. Ближайшие думские выборы. Достаточно было бы ввести одну норму, что ни один министр не может назначен быть правительством, пока не пройдет собеседование в трех профильных комитетах Государственной Думы. Когда ему зададут вопрос Сердюкову, а что вы знаете об армии, флоте, о современной ракетно-космической технике, а как вы понимаете взаимодействие различных флотов, вы же увидите, что это абсолютно пустой человек. Ничего в этом не смыслящий и не способны решать задачи. Тогда и даже те, кому он нравится, скажут, ну как я буду за это голосовать, он же нас оставит без всего на свете, а безопасность для каждого это главное. Поэтому, к сожалению, сегодня кадры политика отвратительные просто. Мы должны понимать, что сидит не команда правителей, а временщиков, которые наживаются на наших бедах. Бандитский капитализм не производительен абсолютно. В целом капитализм каждый 10-15 лет чихает, кашляет, создает кризисы. Это гениальное открытие Марса подтвердается жестокой необходимостью. Убийство СССР позволило нам оттянуть на 15 лет кризис. Они уже тогда начинали кашлять. И вот он разразился. Где? В цитадели Америки, на Олд-Стрите. Рухнули их рынки и покатилось по всему свету. 200 стран провалились в эту яму. Из 20 ведущих мы в этой яме оказались последние. Вернее, ниже всех провалились. Мы в брики последние, среди нефтедобывающих стран последние. Что это означает? Это означает тот либеральный, спекулятивный капиталист, который навязали под расстрел парламента стране и под торговлю вся и всем. Полностью обанкротился. И попытки его остановить и взродить сегодня и Путиным, и Кудриным смертельно опасны для страны. Но чтобы продолжить эту линию, они уже просто так не могут. Не могут. Уже не обдуришь всех. В том числе с помощью телеящих. Уже надо голый зад Единой России, которая за 10 лет демонтировала всю социально-экономическую систему страны, в срочном порядке прикрыть Рублевским фронтом. Вот вы и видите. А для того, чтобы обдурить тех, кому нравится левая идея, будут называть слева нового Миронова. А справа там нового Прохорова. Или еще найдут Родину 2, а там может Рогодину подтянут. И опять, если перестанут думать и голосовать не умом, а сердцем, и опять думать, да пусть за меня. Нет, за вас не решат. За вас все схалтурят. Поэтому выход простой. Подниматься, думать, читать, изучать. Вот мы в последних местных выборах, в 12 субъектов, выиграли почти во всех городах Удивной России. Почему? Мы читали, думали, пришли. Поэтому очень важно сейчас поработать каждым. Не только поработать. Дойти, рассказать и предложить. Когда говорят, ах, у вас нет команды. Да им сейчас назову. Я вчера на съезде назвал 40 человек, кто бы мог возглавить целое направление. Вот, говорят, безопасность для всех важна. Ну что у нас адмирал Комоедов во фракции? Человек командовал на трех флотах. Талантливый, опытный, умный, сильный. Что он хуже Сердюкова сработает? Дурно, смешно. Или Нобелевский, Лорель, Жарес, Алферов, вместе с Мельниковым, со Смолиным. Люди блестящие, знающие науку и образование. Что они хуже, социальную сферу и научную, смешно просто. Они на порядок лучше это сделают. Или взять целую плеяду аграриев. Харитонов, ваш блестяще знает. Стародубцев, один из лучших аграриев страны. Кондратенко, один из крупнейших специалистов. У нас целая группа людей, в том числе и в бизнесе, доказав, что они умеют великолепно работать. С другой стороны, они честно относятся к стране, они любят ее. Они понимают. Они готовы отвечать за свою работу. Так что, уверяю вас, вот ближайший год будет тем временем, когда или мы начнем оздоравливать ситуацию, или ситуация резко может оборваться. Надо посмотреть на Северную Африку. Я близко знаю Мубарак. Я был у него не раз и беседовал. Он пришел, когда в Египте было 30 миллионов, сейчас почти 80. Выросло целое поколение, которое выучилось, работы нет. Кланы заняли. Политическая система не позволяет продвинуться. И народ вздебился, а теперь судят. Я знаю проделки натовцев, начиная от Ирака, Сербии, Афгана до Ливии. Пока они задушат страны, где есть богатые нефти, прикарманят своим, припаркуют своим интересам. Поэтому нам надо думать и помнить. Мы очень богатая страна с уникальной историей. Но наше богатство является главной причиной, головной боли. И нам не дадут спокойно жить. Или мы будем умные, сильные, образованные, или нас разорвут похлеще и в ославе. Я за то, чтобы мы справились с этими трудностями. И для этого у нас есть все необходимое. И команда, и интересные предложения, и личный опыт работы. Поэтому хочу пожелать всем успехов. Но надеюсь, что в этот раз более грамотно и профессионально каждый подойдет. В том числе и к выборам. Владимир Владимирович, вам предстоит встреча с президентом, вы говорили. Вот эти сибирские впечатления, разговоры все с людьми в Омске, они как-то пополнят счет вопросов, которые вы поставите перед президентом. Я встречался с президентом Академии наук, выступал в Институте ядерной физики, выслушал наказы всех депутатов, всех сибирских регионов и дальневосточников. Я получил наказ целый том, где сформулированы все крупные проблемы. Подготовлено 11 трясливых программ по развитию всего. Сельхоз, машиностроение, тракторостроение, поддержка авиационной промышленности, ракетно-космической, наш закон образований для всех и целой ряда. Я подготовил весь пакет, и я знакомлю и коллег своих по другим партиям, и президента. Для нас это вопрос принципа. А с другой стороны, на этой встрече, на мой взгляд, будет подписан указ о начале выборной кампании и назначенные сроки и порядок проведения думских выборов. Последнее в заключение вопрос. Что можно сказать людям, вы уже затрагивали эту тему, которые на все махнули рукой, в том числе и на выборы, где, сказать, ничего уже не изменишь, бесполезно. Что им можно сказать? Одно простая вещь. Если вы не занимаетесь политикой, она вас обязательно достанет. Если вы кого-то вините и в чем-то разочаровались, первое, подойдите к зеркалу и очень внимательно посмотрите в него. В зеркале вы увидите того, кто позволяет воровать голоса. Вы не пришли, а ваш голос кинут за вас в нужную урну. Того, кто равнодушно взирает, как вымирают дети и заебают старики. Того, кто, собственно, бросил женщин на произвол судьбы, потому что все тяготы обрушились прежде всего на них. Безработицы имеют женское лицо. 8 из 10 безработных в основном женщин. Если тебе за 40, ты уже никуда не устроишься. И если тебе до 25, то тоже особо никуда не попадешь. Поэтому хочу сказать, собирайтесь энергичнее, энергичнее двигайтесь в сторону избирательного участка. Читайте, знакомьтесь, и тогда мы вместе поправим. Но хочу обратиться ко всем. Ситуация настолько сложная, что если в этот раз отсидимся, не надо никому жаловаться, что не слышали, не знали, не видели. Почти все сегодня видят, понимают, знают, слышат. Надо просто встряхнуться и более энергично отставить свои права и защищать интересы. Если хочешь свои, защищай своих детей и внуков. Путь России. Вперед к социализму.